Начнем с предыстории. По какой-то причине вдруг в Европе не хватило рабочих рук. И они позвали к себе из-за границы людей. Вы их позвали, обеспечьте их всем необходимым. Поставьте их в равные условия со своими гражданами. Не поставили. Но тем не менее они их зовут к себе, и они пошли потоком. Вы знаете, откуда сейчас идут? С Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки выбирают разные маршруты. В том числе и через Беларусь, но в гораздо меньшем количестве. И мы вчера остервенело боролись против наркотрафиков, против торговли оружия, ядерных материалов, контрабанды, против нелегальной миграции. Боролись, остервенело за собственные деньги в основном. Но понятно, Европа повернулась к нам лицом. Мы получали какое-то финансирование, пусть там мелочное. Кстати, вовремя всегда рассчитывались с ними. Они ценили нас за миролюбие. Даже создали в Минске переговорную площадку по прекращению войны на востоке Украины. И, кстати, благодаря этому война прекратилась. Пусть не решены все проблемы, но войны нет той, когда гибли каждый день тысячи человек или сотни. И вдруг что-то произошло в прошлом году. Знаете что? И против нас ввели санкции. И они нас упрекают в том, еще раз повторяю, что Лукашенко способствует нелегальной миграции. Ну, во-первых, факты на стол, что Лукашенко или наше государство способствует этому. А во-вторых, они нас душат, а мы их будем защищать. Слушайте, не наивно ли это? Нет, это не наивно. Это уже безумно. Это обезумели до того, что начинают требовать то, что вообще не надо произносить слух. Сегодня Беларусь является самым безопасным государством в мире. И что? Они хотят, что я сейчас увеличу в пять раз органы пограничной службы, пограничные войска и выведу на границу. Платить кто будет за это в условиях удушения нашего народа и нашего государства? Кто будет платить? Понятно, увеличилось количество миграций через Беларусь. Но пусть посчитают, сколько идут через Украину и другие страны, там через Средиземное море плывут и гибнут сотнями и тысячами.